Дмитрий Мамин-Сибиряк Серия «Сибирские рассказы» Рассказ десятый Крестник Васька объявился Александр Иванович Ах, мерзавец! Опять с каторги выворотился Наши заводские его видели на тракту Идет этот скотомочкой, кланяется А потом остановился и говорит Скажите, говорит, поклонник Крестному Кто-то охальник он, Васька-то Мошенник Так и говорит, Крестному Так сказал Чего ж его не задержали под лица? Возмутился Александр Иванович Разглаживая свою окладистую рыжую бороду Да уж так, Александр Иванович Кабы наши заводские так Беспременно помали бы А то деревенские Кто его знает, говорят Что у Васьки на уме Не прост человек, коли из бессрочной каторги выворотился Дураки Известно Деревня, Александр Иванович А потом Бабы видели Ваську на покосе Наши заводские бабы-то сразу опознали Ваську Он еще хлебца у них попросил К тому, как, значит, в бегах больно отощал Известный каторжник Где день, где ночь Все одно лесной зверь А бабы, известно бабы Как все одно овечки в лесу Все отдам, только не тронь Жив, смерти боится Александр Иванович Этот доклад происходил рано утром Когда становой Александр Иванович В халате с трубкой в руках пил чай Высокий, костлявый С выпученными глазами неопределенного цвета Александр Иванович пользовался большой популярностью В своем участке Как человек исполнительный и энергичный Любимой его поговоркой было У волка в зубе Егорий дал Именно на такого волка и он сам походил Особенно с головы Костлявой и широколобой С большим, точно, вечно нюхающим носом И гладко остриженными щетинистыми волосами Докладывал о Ваське заводской объездной лесник Коренастый, кривоногий мужик По фамилии Хрусталев Он был в своей форме В сером полукофтане Перехваченном красным кушаком И с медной бляхой Небольшая русволосая головка С быстро мигающими глазками Была крепко посажена на широкие плечи А несразмерно длинные руки Придавали такой вид Точно они были взяты От другого человека Так что тебе нужно? Хрипло спросил Александр Иванович Насасывая свою трубочку А, значит, объявить пришел Александр Иванович Потому как дело совсем особенное Значит, на всякий случай Так ведь у тебя свое начальство есть Ему и объявляй Мне и меня хотят быть Ну пусть и ловят Ваську Ваши-то заводские Очень уж расфорсились Да и следователь новый тоже Я, да мы Ну и пусть делаются, как знают Моей причины никакой тут нет, Александр Иванович А только я насчет Васьки Значит, известный у вас порядок Дурак ты, Хрусталев Обругался Александр Иванович И даже замахнулся на лесника Чебуковым Иди, скажи своему заводскому начальству Что они все дураки По обыкновению Александр Иванович Покричал, потопал ногами И выгнал лесника вон Хрусталев выскочил на улицу без шапки И долго встряхивал своей маленькой головкой Точно его окатили холодной водой Что, получил два неполных? Ха-ха-ха! Смеялся кучер Александр Иванович, сидевший за воротами Тоже к Александру Ивановичу с молитвой надо подходить Ха-ха-ха-ха-ха! Как еще на кого взглянет? Эта маленькая бытовая сцена имела свои причины в тех недоразумениях, которые возникли у Александра Ивановича с Энским заводоуправителем. 15 лет Александр Иванович становил в Энском заводе, был на счету у начальства и не раз получал за свою энергию отличную благодарность. Сам губернатор знал Александра Ивановича, называл его попросту Александром Иванычем и ставил в пример всем другим уральским становым. Конечно, были свои грешки у Александра Ивановича, а у волка в зубе Егорий дал. Но начальство смотрело на них сквозь пальцы. На Энском заводе было, конечно, свое заводское начальство и очень большое начальство, которое с испокон веку ладило со становыми, а с Александром Иванычем в особенности. Но враг человеческий силен, и черная кошка пробежала между сторонами. Дело происходило на именинах у правителя Зыкова. Александр Иванович находился в прекрасном настроении духа и в качестве почетного гостя. Винтил с самим именинником и молодым судебным следователем Голубчиковым. Это был еще совсем молодой человек, но держал себя с большим гонором. И, как показалось Александру Ивановичу, отнесся к нему свысока. Может, это просто показалось Александру Ивановичу, но, тем не менее, он затаил злобу. В довершении всего Александру Ивановичу пришлось быть партнером Голубчикова, и по привычке, выходя с валета Бубин, он сказал. «А ну-ка мы непомнящего родства бродягу выпустим». Непомнящий родства был бит, и Голубчиков ядовито заметил. «Эх, Александр Иванович, не вам, видно, с бродягами дело иметь». «Хм, как не мне? Позвольте, молодой человек». Произошел довольно крупный разговор. Хозяин вмешался и, стараясь примирить гостей, окончательно испортил все дело. Александр Иванович досидел до конца вечера, простился с хозяином довольно холодно и увез с собой нарастающее злобное чувство. Его променяли на мальчишку, на молокососа, его, Александра Ивановича. Зыков, в свою очередь, тоже обиделся и, то уж кажется, был ни при чем, а тут еще услужливые люди передали Александру Ивановичу, как похвалялся молодой следователь, что он и без Александра Ивановича обойдется, а ловить бродяг совсем не хитрая штука. Появление Васьки восстановило эту домашнюю историю и, по уходе Хрусталева, Александр Иванович даже потирал руки от удовольствия. «Хм, будем посмотреть, как Зыков с Голубчиковым будут ловить Ваську», — повторял он пыхтя дымом. «Хм, будем посмотреть». Сам по себе Васька является типичным роковым человеком. Он был мастеровой Эннского завода и промышлял по лесоворной части. Такая специальность объяснялась очень просто. Громадная заводская площадь принадлежала заводскому владельцу всецело, а у населения никакой земли не полагалось, как не полагалось и лесу. А без лесу жить невозможно, как известно всем и каждому. В Эннском заводе каждое бревно и каждая полено дров являлась таким образом продуктом лесоворной части. Другого леса, кроме краденого, не существовало. Васька промышлял этим воровством и кое-как существовал. Зимой он вывозил бревна на себе, положит бревно на свои салазки и везет. Когда его ловили с поличным и предъявляли мировому суде, Васька удивлялся и очень резонно говорил. «Кто его садил лес-то? Божий он! А что касаемо того, что я вырублю лесину, выволоку ее на своем хребте, да продам за восемь гривен. Так это какое же воровство? Поденщина не окупается. Все мы хлеб едим, ваше высокоблагородие. Каб другая подходящая работа попала, да я с моим удовольствием, а то вровень с двужильной лошадью маюсь. И я ж вор». Эти рассуждения ни к чему не вели, и Васька прошел через целую лестницу повышавшегося возмездия. Сначала его присуждал мировой судья к штрафам, потом на выседку, а в конце концов Васька достукался до окружного суда. В результате получилось заключение во строг, но и оно не исправило Ваську. По выходе из-за строга Васька опять попался в лесоворовстве, и по новому строгому закону был лишен некоторых прав и преимуществ, и сослан в не столь отдаленные места. Но это не образумило Ваську. Он бежал с места ссылки и пришел в энский завод как бродяга. Тут его и накрыл Александр Иванович в первый раз. «Ну, теперь будешь моим крестником, Васька!» «Ха-ха-ха!» Посмеялся тогда Александр Иванович и погрозил пальцем. За этот побег Ваську лишили уже всех прав и сослали дальше, но он через год опять вернулся в свой родной энский завод. Александр Иванович опять его накрыл, и Ваську обсудили каторгой на три года. Через три года Васька снова вывратился домой, снова был пойман и, как бегло каторжный, присужден был к плетям, а каторга увеличена на десять лет. «Дурак ты, Васька!» — ругался Александр Иванович. «Не стало тебе места в Сибири, а ли ушел бы в Россию и сказался непомнящим родства, всего-то бы тебе по суду вышло поселение, а ты прешь непременно домой, прав дурак. Еще раз придешь, опять поймаю». «Александр Иванович, не могу я без своего места!» — отвечал Васька откровенно. «Душеньку мою истомила. А за что муку-то мученическую принимаю? Из-за лесников. Ей-богу, правда!» «В первый-то раз у меня двоегривенов не хватило дать лесникам, чтобы не подводили под протокол. Вот вся моя причина. А ты посчитай, сколько у меня поденщин пропало по строгам до этапам. Тоже и наши напрасные слезы дойдут». «Куда дойдут-то, дурья твоя голова? Ничего я не сделал, Александр Иванович!» — повторял Васька упорно. «Вот ты толкусь с тобой, с дураком!» — ругался в свою очередь Александр Иванович. «Думаешь, им сладко ловить тебя, дурака? Важное кушанье! Рук-то не стоит марать об тебя! А только моя такая собачья должность, что я с вами, с воришками, должен валандаться!» Никаких художеств за Васькой не было, кроме упорного бегства домой, как раньше он упорно воровал заводской лес. Васька считал себя вправе рубить этот божий лес, как теперь считал себя вправе выходить на родину. В последний раз он вышел из каторги года три тому назад, и за этот побег был присужден в бессрочную каторгу и к полуторастам плетей. Даже Александр Иванович, видавший на своем веку всякие виды и переловивший сотни непомнящих родства и каторжников, подивился непобедимому упрямству своего крестника Васьки. Он называл крестниками всех пойманных бродяг. «Итак, Васька объявился, и заводской администрацией совместно со следователем приняты были энергичные меры. Александр Иванович занял выжидательное положение. Не будь этих обострившихся отношений, Васька, вероятно, еще долго гулял бы на свободе, но мы уже сказали выше, что вся его жизнь складывалась роковым образом». Заводоуправление хотело показать, что оно обойдется и без Александра Ивановича, а поэтому подняло на ноги всю лесную стражу и согнало народ из волости. Ваську видели в окрестностях Эннского завода, а потому везде по дорогам были поставлены стражники, а лесники объезжали свои участки верхом. В числе последних находился и Хрусталев, вооруженный револьвером. Время стояло летнее, и поиски велись по всем направлениям. Раз Хрусталев выехал из завода ранним утром. В ближайшем леске он наткнулся на свежую сакму. В росе было видно, что прошел человек. Хрусталев направился по следу и скоро увидел между деревьями дымок. Он приостановился и стал разглядывать между деревьями. Действительно, курился огонек, а около огонька лежал человек. — Должно быть, Васька! — подумал Хрусталев. Управитель обещал четвертной билет, кто поймает. Лежащий живу огонька человек в свою очередь заметил Хрусталева, но не двинулся с места. Хрусталев подъехал поближе, как будто Васька как будто и не Васька. Сразу не разберешь. — Эй, как тебя звать-то? Не видал ли верхового? — спрашивал Хрусталев, стараясь выиграть время и расстояние. — Что, лесная собака, не узнал? — отозвался Васька, поднимаясь. — Двадцать пять рублей охота получить. — Стой, варнак! Васька побежал. Хрусталев погнался за ним. Некоторое время Васька лавировал между деревьями, но подвернулась поляна, и Хрусталев нагнал его вплоть. — Стой, стрелять буду! — Стреляй! Васька грудью пошел на своего преследователя, который выхватил револьвер, но не успел Хрусталев взвести курка, как Васька одним прыжком кинулся к нему и всадил нож в живот. С криком рухнул с седла Хрусталев, а Васька вскочил на его лошадь и был таков. Убитого лесника нашли только через три дня, и все были уверены, что это Васькина работа. Хотя раньше он и не был замечен в каких-либо качествах. Александр Иванович торжествовал. Васька не только ушел цел и невредим, а еще зарезал Хрусталева. На время Васька исчез бесследно, хотя все были уверены, что он где-нибудь близко, и о нем ходили самые разноречивые слухи. Следователь сбился с ног, разыскивая такого крупного преступника, но все было безуспешно. Так прошло все лето и осень. Наступила зима. Раз, встретившись со следователем где-то на именинах, Александр Иванович спросил. А когда вы Ваську поймаете? Да, он ушел давно. А чего вы его не ловили сами? Если захочу и поймаю. Сегодня ж поймаю. По рукам? Гости подхватили Александра Ивановича на слове. Дело было близко к полуночи, и он сейчас же отправился в экспедицию, захватив с собой следователя. Куда, Ваське, деваться? Должен быть здесь, уверял Александр Иванович авторитетно. Сказал, поймаю. Значит, поймаю. Ночь была темная и ветреная. Порошил сухой снежок. Становой со следователем и двумя стражниками выехали на окраину завода, где уже начинались плохонькие избенки. Около одной из таких избенок они остановились с необходимыми предосторожностями. Стражники остались на улице, а Александр Иванович постучал в оконце. В избе долго никто не откликался, а потом тихо скрипнула дверь. «Кто? Крещеный?» спрашивал старческий голос. «Принимай гостей, Устинувна!» поздоровался Александр Иванович, чиркая в синях спичкой. «Ох, Александр Иванович, родимый ты мой!» запричитала старуха. «По душу по мою приехал?» Это была мать Васьки, проживавшая в своей избушке и бобылькой. Она и плакала, и тряслась, и ничего не умела объяснить. Совсем из ума выжила старуха. Александр Иванович сделал осмотр избы во мгновение ока и даже спустился в голбец, то есть в подполье. Васьки нигде не было. Александр Иванович вышел в темные сени, опять чиркнул спичкой и сделал следователю знак остановиться у деревянной лесенки, которая из сеней вела под крышу, а сам начал осторожно подниматься наверх. Следователю видны были только одни ноги Александра Ивановича, а потом все стихло. Это была зловещая тишина, продолжавшаяся несколько секунд, пока Александр Иванович добывал свои спички. Когда вспыхнул огонек, мимо него вылетела какая-то неопределенная масса и скрылась в слуховом окне. За ней во мгновение ока вылетел и сам Александр Иванович, всем телом рухнувший накопошившегося в снегу Ваську. Ах! Попался варнак! Эй, люди! Сюда, сюда! Васька напрасно извивался в снегу змеем и все старался выпростать правую руку. Александр Иванович насел на него настоящим медведем, схватив левой рукой правую руку Васьки, а правой Васьки на горло. Ха-ха! Врешь, шельмец! Не узнал крестного! А вот как вашего брата, это Александр Иванович корчит! Подбежавшие стражники скрутили Ваську по рукам и ногам, а он все молчал, точно онемел. Уж очень быстро все случилось. Всю дорогу, пока Ваську везли в полицию, он упорно молчал и только в полиции. Когда его стали обыскивать и нашли за голенищем нож, он криво улыбнулся и проговорил. Дешево я достался тебе, крестный, вон и гостиниц тебе был припасен. Врешь, подлец! ревкнул Александр Иванович, сшивая с ног Ваську ударом кулака. Разве ты разбойник? Дрянь ты, вот что! Посмотри на себя, ну какой ты разбойник! А еще туда же Хрусталева зарезал! Стыдно тебя и крестником называть! Оставшийся в одной рубахе Васька действительно не имел никакого разбойничьего вида. Среднего роста, немного сутулый, с небольшой головой он представлял собой заурядный тип заводского мастерового, которому не нож в руки, а гармонию. Круглое, едва тронутое жиденькой бородкой лицо Васьки тоже ничего особенного не представляло, за исключением глубоко посаженных глаз и какого-то тупого взгляда. Он производил впечатление именно такого, тупого малого, и самое подходящее место Васьки было бы где-нибудь в кучерах. Новичок-следователь с удивлением рассматривал знаменитого Ваську и только пожимал плечами. — Неужто тот самый? — спросил он Александра Ивановича, не выдержав. — Вы не ошибаетесь? — Ха-ха-ха-ха! Слава Богу, в шестой раз ловлю! Васька-подлец, ты ведь семью осиротил! После Хрусталева, ты жена, сам пят осталась! Но с чего ты его зарезал? Васька неожиданно заморгал глазами, и слезы потекли по его загорелому лицу. — Бог нас рассудит, Александр Иванович! — шептал Васька. — Сам не помню, как все дело вышло, только ведь я через этих самых лесников муку свою принимаю, а тут... Увидал Хрусталева, как он с реворвертом за мной гонится, у меня свет из глаз. Новый удар прямо в зубы не дал Ваське кончить. Александр Иванович вдруг рассверепел и бросился бить крестника. Он таскал его за волосы, бил о пол, пинал ногами, пока следователь не оттащил его за руку. Счастье, как известно, очень капризная вещь. Поимка Васьки вызвала еще большее раздражение заводской администрации против Александра Ивановича. Начались мелкие дрязги, стычки, доносы. Александру Ивановичу вовремя нужно было бы покориться силе, а он еще больше поднял голову и пошел против течения. Завязалась горячая борьба, закончившаяся тем, что Александра Ивановича притянули к Анне и Каяфе. Анна и Каяфа. По евангельскому сказанию, иудейские первосвященники, вершители суда, приговорившего Христа к распятию. Несмотря даже на заступничество губернатором. Следствие производил Голубчиков и постарался не ударить лицом в грязь. Это было первое хорошее дело в его участке. Да и зверь попался красный. Выплыли наружу такие дела, о которых Александр Иванович давно уж и забыл. По совокупности всех дел было до сотни. Финал разыгрался в окружном суде только через год. Александр Иванович был лишен всех прав, состояния и приговорен к ссылке в отдаленнейшие места. В последнем слове Александр Иванович сказал. «За что ж бы ни одного судить, господа присяжные заседатели? Судить, так судить всех!» Из местного тюремного замка срочная арестантская партия выступала в солнечный весенний день. Ей приходилось сделать пешком верст семь до ближайшей станции Уральской железной дороги. Много тут было серых арестантских шапок и белых арестантских платков. За партией шел обоз с имуществом и целая толпа провожавших родственников. Лязг железных кандалов смешивался с воем и причитанием женщин. По роковой случайности в эту партию попали вместе и Александр Иванович, и Васька. Первый делал вид, что не замечает своего крестника, но Васька подошел к нему и добродушно заговорил. «Александр Иванович, ты по что сердишься-то на меня?» «Ах, это ты, Васька!» смущенно пробормотал Александр Иванович. «Бессрочно опять иду, Александр Иванович!» с арестантской хвастливостью ответил Васька. «А все из-за чего? Ежели разобрать?» «Двое гривенов не было лесникам дать, чтоб под протокол не подводили!» «Хе-хей! Эх, жизнь!» «Ай-яй, завалет-обубен!» сумрачно ответил Александр Иванович. Крестный и крестник шагали рядом, соединенные роковой судьбой. Замечательно было то, что Васька не только не питал ни малейшей злобы к своему крестному, а еще жалел его. Эдакий человек, как Александр Иванович. И вдруг в отдаленнейшие места. Это был десятый рассказ серии «Сибирские рассказы». Всю серию вы можете послушать в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин Сибиряк» «Сибирские рассказы». Номер карт 4817-7603-1059-6071 – это «Сбер». 2200-7001-7829-8104 – это «Тинькофф». Также будет ссылка на «Бусти» и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 – мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.